Но сегодня я хочу рассказать вам несколько больше о том, что нам необходимо делать. Это очень важно знать, потому что, как говорят сами люди, они практикуют сахаджа-йогу подобно тому, как они ходят в церковь, но это не идет от их сердца. И сердце – это место пребывания Духа. Это Шива внутри нас. Поэтому нам нужно больше знать о сердце, и это очень важно. Вы знаете о трех надях, которые у нас есть, Ида, Пингала, Сушуна. Но в нашем сердце есть четыре канала. И один из них идет в Муладхару. Если вы переходите границы Муладхары, он ведет вас в ад. Вот почему говорят, что Шива разрушил. Фактически вы сами просите своего разрушения. А когда вы просите своего разрушения, вы получаете его. Даже если что-то разрушается, как скажем, я уже рассказывала вам о том, что в случае, если должен появиться плод, тогда кажется, что разрушаются лепестки. Как разрушилось многое, что было в вас, такое, как ваши условности, ваше эго, ваш расизм, ваш фанатизм. Все это было разрушено, Сахаджа-Йорк. Это необходимо было разрушить, для того, чтобы то, что есть прекрасного в вас, могло выйти наружу. Поэтому, когда ваши моряды переходят определенную границу, вы идете к своему разрушению. Это разрушение встроено в четырех направлениях, поскольку имеется четыре канала. Что же делать? Как нам остановить это разрушение через первый на день, ведущий в ад? Одним из качеств Шивы является его невинность. Он исключительно невинен. Он невинен как ребенок. Он воплощенная невинность. Он воплощенный мир. Таким образом, мы должны поставить наши плотские желания, их растворить, их растворить, в этой невинности, в этом океане невинности. Вы должны растворить их в этом океане невинности. Невинность – это то, что нужно оценить, нужно понять, ею нужно наслаждаться. Посмотрите на животных, они невинны. Посмотрите на детей, они невинны. Посмотрите на цветы, они невинны. Направляйте ваше внимание на все это. Понимаете, когда вы идете по улице, на что нужно смотреть? Лучше всего на уровне трех футов, одного метра. На этом уровне вы видите все цветы, всю прекрасную траву, всех детей. На уровне трех футов это будет лучше всего. Вам не нужно видеть людей выше этого уровня. Просто смотрите на уровне трех футов. Вы можете увидеть чьи-то ноги, ничего страшного. Но вы не увидите глаз человека, который не является невинным. Так что растворяйте эти желания в невинности. И эта Муладхара, которая невинна, которая не мертва, не кончена, но которая невинна, праведна, которая является качеством Шри Ганеши, будет чиста. Поэтому, даже если вы находитесь в этом мире, даже если вы живете как человек, даже если у вас есть дети, все же вы будете оставаться невинными. Как однажды жены Шри Кришна, а у него прежде всего было 16 тысяч жен, и еще пять. 16 тысяч были его силами, а пять были элементами. Захотели пойти помолиться одному большому, широко известному, святому, Махаришу, который прибыл туда. И они хотели сходить, повидать его и оказать ему свое уважение. Так что они спросили разрешение у Шри Кришны. Но когда они пришли, то увидели, что река вышла из берегов. Стои переполнены, что они не могли ее перейти. Они вернулись и спросили, как нам перейти эту реку? Она переполнена. На этом Кришна ответил, хорошо, идите и скажите, что если Шри Кришна Йогешвара, если он абсолютно невинен в отношении секса, вы перейдете ее. Они сказали, как это может быть? У него так много жен, о чем это он говорит? Но они спустились к реке и сказали ей это. И река отступила. Они были удивлены, что их муж говорил все эти вещи. Они перешли реку и поклонились этому Риши. А когда вернулись к реке, она вновь была переполнена. Так что они вернулись к Риши и спросили его, как нам перейти реку? Она переполнена. Он ответил, как вы пришли сюда? Они рассказали ему эту историю, сошли Кришны. Они угощали этого Риши всевозможной пищей и фруктами. И он так много съел. Он сказал, хорошо, идите и скажите реке, что этот Риши вовсе ничего не ел. Они сказали, как это может быть? Только что вы ели перед нами. Все это видели. Они вернулись и сказали это реке. И река вновь отступила. Так что, живя в этом мире, будучи женой или мужем, состоя в браке, будучи кем угодно, вы можете оставаться невинными, совершенно невинными в отношении этого. Это признак вашей чистоты. Второй Нади, второй канал, который может привести вас к разрушению, это желание. Вот почему Будда сказал, что отсутствие желания это единственный путь, на котором люди не стареют, не болеют, не беспокоятся. Этих желаний, которые у нас есть, я хочу это. На Западе гораздо больше, чем где бы то ни было. Потому что каждый день девцы производят новые вещи. Например, прическу. Так что женщины хотят купить этот парик или тот парик. Это мое желание, у меня должен быть этот парик на голове. Затем другая женщина говорит, хорошо, и у меня должен быть такой же. А желание мужчин таково. О, если у него есть Роллс-Ройс, почему же у меня его не должно быть? Они не могут наслаждаться чем-то Роллс-Ройсом. Это должен быть их собственным. У них должна быть собственность. Желания могут быть любого вида, не только материальными. Желания могут быть также и довольно ментальными. Я должен обладать этой женщиной. У меня должен быть этот ребенок. всевозможные виды собственности, которые работают внутри вас, как желание. Нельзя сказать, что они существуют из-за привязанности. Это не привязанность, это просто стремление больше иметь. Собирать и собирать вещи, доставать вещи. Но все равно этот человек не чувствует себя счастливым и удовлетворенным. В чем же причина для этого желания? Это что этого рода желания не есть чистое желание. Это не чистое желание. Это не чистое желание. И когда такие желания начинают работать, вы можете зайти сколь угодно далеко. Как Саддам Хусейн, как Гитлер, но это ничто иное, как желание без всяких границ. Вы хотели доминировать над другими. Это еще одно желание. Все эти желания ведут вас, в конце концов, к вашему разрушению. Потому что нет радости. Нет счастья. Например, сейчас я хочу иметь сари. Так что я хочу купить это сари. Все мое внимание будет на том, как я получу это сари. Я должен достать это сари. То, сё. ваше внимание становится загрязненным, Из-за несущественной вещи, такой как сари, которое должно наслаждаться, которое должно наслаждаться вашим духом, которое должно питать ваш дух, становится disturbed потому, из-за желания. В первом месте, внимание нарушается из-за того, что мы не являемся невинными. В втором месте, внимание становится беспорядочным из-за того, что у нас есть желание. Так что же нам делать в отношении желаний? Желать чего-то прекрасного. Мы можем перенести наши желания, материальные желания, на что-то эстетичное. Пусть у меня будет одна вещь, но она будет эстетически богата, потому что это качество Шивы. Он всему придает эстетичное. Предположим, эта вещь кажется очень простой, незатейливой, я бы сказал, механистичной. Но если бы это была работа Шивы, он сделал бы в отношении ее что-то прекрасное. Поэтому качеством Шивы является то, что он делает прекрасным все, что было создано Брахмадевой, и прошло эволюцию благодаря Вишну. Он тот, кто делает эту тонкую работу, создавая эстетичное. Вы много раз видели мои фотографии, на которых так много света в том или ином виде. Это все его работа. Он делает это. Он направляет свет таким образом. Он делает это так. Он просто хочет убедить вас в отношении меня. Это его работа. Поэтому его работа – создание эстетики, эстетики поведения, эстетики поэзии. Все, что создано, становится прекрасным, дающим радость благодаря Шиве. Это его качество. Так что, какого бы ни было ваше желание, если вы начинаете осуществлять его, желая чего-то эстетичного, ручной работы, чего-то хорошего, – постепенно вы обнаружите, что мы приходим к вибрациям, потому что все прекрасное имеет вибрации. А чтобы иметь вибрации, мы должны прийти к чистому желанию. Так это желание, которое является сумасшествием, которое делает вас безумными, которое столь тупое и скучное, становится чистым желанием, потому что вам нужно растворить все ваши желания в вибрации. Через какое-то время вы начинаете желать только лишь вибраций. Вы не будете покупать ничего, что не имело бы вибраций. Вы не будете разговаривать с человеком, у которого нет вибраций. Если у кого-то плохие вибрации, вы просто убегаете. Я видела, как люди убегают от некоторых так, как будто за ними гонится какая-то обезьяна. И тогда я осматриваюсь и вижу рядом людей, которые являются пьяницами, которые идут в вашу сторону. Вы сами когда-то могли быть пьяницами, но сейчас вы не таковы. Нет, нет, нет. Сейчас я не такой. Я уже не такой. У нас было в начале три-четыре хиппи, которые ездили со мной в Индии. Они нормальные люди, как вы. Они стали сахаджа йогами. И четыре-пять хиппи пришли на мою программу. Это было врагу. Они были боялись за свои жизни. О, Боже! Я хотела посмотреть, что с ними? Я пошла с ними, почему они так испугались? Я пошла с ними, чтобы посмотреть на эти хиппи. И когда я пошла с ними, они уже исчезли. Их не было там. Тогда что же происходит? Все желания заканчиваются в чайтане, вибрациях. А если этого не происходит, тогда вы должны знать, что вам все еще чего-то не хватает. Но если вы не делаете этого, тогда вы закончите вашим разрушением. Поэтому говорить, что он разрушитель, это будет очень односторонним заявлением. У него есть обе эти силы. У него есть сила давать вам вибрации. Он дает вам вибрации. Богиня – это сила, Шакти. Но создает вибрации он. Это как эти пальцы. Если они щекочут вас, то это Шива. Пальцы принадлежат Богине, это так. Но если они щекочут вас, дают вам радость, счастье, тогда это Шива. Это Бхакти. Радость Бхакти идет от Шивы. Сегодня я объясняла, как одна женщина, которая была Деви Бхак, и которая так много изучала Бхакти и знала так много, просто не смогла сдержать своих эмоций. Я просто не могла понять ее поведение. Потому что обычные люди не ведут себя так. Когда они читают о Деви, они думают, хорошо, это Деви, а это Матаджи. Они не отождествляют одну с другой. Они не знают, что они отчитают о Деви. Она сказала, мать, я просто отождествляю это написанное о том, как вы нежны, как богиня нежна, как она прикасается ко мне, как она заботится обо мне, как ее внимание направлено на меня. Есть такое предложение. Катакши, катакши, нерикшана. Каждый взгляд – это инспекция, осмотр. Нерикшан – это не очень хорошее слово. Но нерикшана означает осмотр, божественный осмотр. Поэтому все время я чувствую, что это вы, вы, вы. Все время. Когда я слушаю музыку, я чувствую, что сейчас она смотрит на меня. Она чувствует меня. Она питает меня. Все время я чувствую вашу любовь. Вот как приходит бхакти. Так что, если у вас есть вибрации, это не означает, что они есть что-то сухое. Понимаете? Нет. Это означает радость бхакти. Бхакти – это, вы называете это обожанием, поклонением и так далее. Но это океан любви, который есть Бог. Вы просто погружаетесь в него. Нет слов, чтобы описать это. И когда вы чувствуете это, вы должны знать, что вы приняли ваш дух как настоящую связь между вами и вашей матерью или вашим отцом. И нет необходимости различать, кто вы. Вы едины с этим океаном, погрузившись в этот океан. Вы капля и вы океан. Вы едины в этой бхакти. И эта бхакти не может быть механической, поскольку она создана не человеком. Поэтому, чтобы наслаждаться сахаджа-йогой, вы должны знать, что это не сухие вибрации, но это есть бхакти. Это радость. Радость – это качество шины. Это он приносит ее в нашу жизнь. Кажется, что все окружено, и все отражает одну и ту же вещь – эту радость. Что я так любим Богом, что Бог любит меня. Моя жизнь имеет смысл. Тогда это эго отпадает прежде всего. А также отпадают и ваши условности. Третий нади – это нади, которым мы испытываем привязанность. Привязанность к кому-то. Как это мой ребенок, это мой муж, это моя семья, это моя жена, это мой отец, это моя мать. В начале сахаджа-йоги, каждый, кто был просто новичком, говорил о своей семье. Мой отец такой-то, моя мать больна, моя мать, сестры, братья, эти-те, со всеми ими что-то действительно не так. Как будто, знаете ли, у нас всех есть контракт. Что мне делать? Как сегодня со мной говорили супруги, которые потеряли своего первого ребенка, поскольку он спал в другой комнате. Но ведь я говорила, что маленькие дети должны спать вместе с матерью, что она должна заботиться о них. Это очень просто. Вы мне не одна мать не согласится спать отдельно от своих детей. Она выгонит вон из спальни своего мужа. Она скажет, что это такое? Я же должна заботиться о ребенке. Я говорила, что матери на Западе также должны спать вместе со своим ребенком, но они не верят в это. Но что мы тогда можем поделать? Мы что, подписали с ними контракт, что мы должны заботиться об их детях, даже когда они не хотят слушать нас? Так что в начале идея все время такова. Ома, я занимаюсь сахаджа-йогой один месяц, но пока мои финансовые условия не улучшились. Как будто они собираются подать на меня в суд из-за этого, как будто я подвела их. Но они не хотят понять, что вы только что пришли в сахаджа-йогу. И даже если вы уже в сахаджа-йоге так много лет, вы еще не стали сахаджа-йогом. Чего-то не хватает, вы не заслужили. Что-то не так с вами, а не с сахаджа-йогой. Но они чувствуют, что сахаджа-йога – это что-то, что позволяет заключить контракт. Немедленно они ставят вас в известность. Кто-то болен, есть кто-то, пришлите пять сахаджа-йогов. Ради чего? Эти привязанности начинают работать внутри нас. Некоторые люди, я видела, очень привязаны к своим детям. Они только и делают, что балуют их. Мой ребенок, мой ребенок. И внезапно они обнаруживают, что их ребенок – это дитя дьявола. Ребенок начинает дерзить в ответ, говорить всевозможные вещи, бить своих родителей, дурно вести себя. А затем они обнаруживают, что это тот же самый ребенок, о котором они заботились, которому они отдавали так много любви. И они чувствуют себя еще хуже из-за того, что «Я столько сделал для моей жены, а она так ко мне относится. Я столько сделала для своего мужа, а он так ко мне относится. Но почему вы так много делаете? Нет нужды? Если вы делаете это, тогда просто сделайте и забудьте об этом». Я никогда не испытываю таких чувств. «Я знаю сахаджа-йогов, ради которых я очень напряженно трудилась. Они так мне скопали. Если я и чувствую что-то, то единственное – Бог знает, где они окажутся. Они могут попасть в Бог. Что с ними случится? Это единственное, что меня заботит. Меня не заботит, что произойдет. Потому что со мной ничего не сможет произойти. Но если они погрязли в грехе, то я просто беспокоюсь об их будущем, об их жизни. И это совсем другое. Так что этого рода привязанность, которую мы на санскрите называем «мамадху» – это «моё», это «мой ребёнок», это «мой тот» и «тот». Кто ваши родственники? Это сахаджа-йоги. Помните это. Это предложение вы должны запомнить наизусть. Мои родственники – только лишь сахаджа-йоги. И любой, кто ведет игру против сахаджа-йогов, беспокоит сахаджа-йогов, этот человек может быть моей собственной женой, может быть моим собственным ребёнком. Он не мой, но я не позволю этому произойти. Эти отношения в порядке до тех пор, пока сахаджа-йоги едины друг с другом. Как только кто-то будет пытаться нанести вред любому другому сахаджа-йогу, тогда я не с ним. Я видела многих подобных этому. Они очень хорошие сахаджа-йоги. Они никогда не становятся на сторону своих жен, своих детей, потому что они умны. Если вы станете на их сторону, вы сделаете их греховными. Вы разрушены. Они беспокоятся от своего восхождения. Так что они никогда не позволяют никакому своему родственнику беспокоить других. Я видела некоторых детей, которые крайне непослушны, доставляют большие хлопоты и очень склонны к насилию. А родители просят, мать, приведите их в норму. Мы оставляем это вам. Их нужно привести в норму. Но другие могут сказать, о нет, нет, нет. Понимаете, мой ребёнок, знаете ли, он не может такое сделать. Поэтому нужно понять, что вопрос вашей привязанности к чему-то является показателем вашего благоразума. Я много раз приводила пример, как сок в деревьях поднимается, поступает в различные части этого дерева, различные области, следит за корою, следит за ветвями, следит за листьями, цветами, плодами и возвращается назад. Или испаряется. Он не привязывает. Если он воплечётся во что-то одно, тогда всё дерево погибнет. И эта часть, которая так близка этому соку, тоже погибнет. Но у этого сока гораздо больше здравого смысла, чем у нас. Для людей так важны мужья, я хочу сказать, так много проблем из-за мужей, жён этих, тех. Я иногда думаю, боже мой, что это? Вот почему раньше говорили, примите саньясу, так чтобы никто не мог говорить о жене, детях и тому подобном. Вы должны быть саньяси. Прежде всего, станьте саньяси так, чтобы у гуру не было этой головной боли. Как только кто-то начинал говорить о своих родственниках, гуру говорил, «Всё! Уходи! Ничего не получится! Ничего из этого не выйдет!» Но сахаджа-йога должна проделать гораздо более глубокую работу. Она должна проникнуть в общество, в политическую жизнь, в экономическую жизнь. Вы должны освободить весь мир. Постарайтесь понять вашу ответственность. Вы здесь не только лишь ради одного аскетического восхождения. Нет. Сколь большой мудростью вы должны обладать, какой большой любовью вы должны обладать, сколь большим благоразумием вы должны обладать, чтобы понять, что вы избраны для того, чтобы освободить весь этот мир. Так что эта так называемая ограниченная любовь ведет к вашему разрушению. Какое здесь решение? Это безграничная любовь. Потому что Шива — не что иное, как любовь. Он — любовь. Любовь — любовь, которая исправляет, которая питает, которая хочет вашего блага. Вот кто такой Шива. Она хочет вашего блага. Она заботится о вашем благополучии. Поэтому, когда вы заботитесь о благе других с любовью, тогда вся жизнь меняется. Весь стиль жизни меняется. И вы на самом деле наслаждаетесь этим. Потому что вы становитесь едиными со столь многими, заботитесь о столь многих семьях, о столь многих вещах, о столь многих проблемах других людей. Это просто дает вам чувство единения со столь многими. Вы видите, как много здесь сегодня с Ахаджа-йогом. Я должна рассказать вам о том, как я впервые приехала в Италию. Я приехала с Кристиной. Нет. Ее звали иначе. Как ее звали? Катрин. Только она знала итальянский язык. Мы попросили через газеты найти нам какой-то зал и дать объявление нашей программе. Но ничего не было сделано. Мы не смогли никого найти. Мы были вынуждены вдвоем с ней расклеивать афиши. Но все равно никто не пришел. Сегодня же нас так много. Мы должны знать, что мы связаны друг с другом любовью. И эта любовь для нашего блага, для нашего восхождения. И тогда вы начинаете наслаждаться каждым. Тогда вы не думаете, какой он раса, из какой он страны, кто он такой. Он с Ахаджа-йог и кончено. Так что вы становитесь гражданином Вселенной. И этого отношения необходимо достичь. Когда я слышу, что каких-то индийских девушек мучают и беспокоят, я думаю, как люди могут делать такое? Или мучают какого-то чернокожего человека. Или какому-то индийцу плохое отношение, потому что он из низшей касты. Это невозможно, потому что мы все необъемлемая часть одного тела. Мы все братья и сестры, рожденные от одной матери. Но это возможно только лишь тогда, когда вы растворяете эти ваши ограниченные отношения в этом великом безограничном океане любви. Только лишь тогда это возможно. А если этого нет, то не пытайтесь оправдываться, просто наблюдайте за собой. Смотрите сами, на самом ли деле вы любите каждого человека? Я бы сказала, каждый раз, когда я иду куда-то за покупками, я просто размышляю, о, это подойдет этому, а то подойдет тому. Для самой же себя, если вы видели, это невозможно. Мне невозможно купить что-либо для самой себя. Это невозможная ситуация. Если только это необходимо абсолютно срочно, если есть какая-то проблема, если я не могу обойтись без этого, я не куплю себе даже напитка, когда испытываю жажду, потому что все заключено в радости других. «О, это будет хорошо для этого человека, а то хорошо для того». Это все дает самое большое наслаждение. Я хочу сказать, ради чего вы все здесь? В конце концов, подумайте о себе. Почему я здесь? Я здесь для того, чтобы наслаждаться каждым, каждым, а не все реализованные души. Такие прекрасные лотосы. Я не собираюсь упасть в грязь. Сейчас я один из этих лотосов. Вот как вы открываете свое сердце, этот лотос вашего сердца. И благоухание такого человека так прекрасно. Так прекрасно, что вы больше не склонны к отделению. Вы не хотите отделяться друг от друга. Всюду должно быть согласие в этом вопросе. Вы не должны думать, что это нужно делать здесь или там, или там. Но это должно быть всюду. Мы все должны быть вместе. Так что эти наши мелкие привязанности должны раствориться в этом океане любви, которым является Шива. Четвертое, что наиболее важно знать нам всем, это то, что есть Нади, которая проходит через левую вишутку в сердце. Начинается в сердце и поднимается вверх. Проходя через Агию, у него четыре лепестка, которые открываются. Он тот, кто дает вам состояние, которое называется Тури. Мы живем в трех состояниях. В пробужденном от сна состоянии Джагрути. Наше внимание рассеивается на то, на это мы портим наше внимание. А второе состояние является тем, которое мы называем сном. Когда мы спим, все то, что произошло с нами, приходит к нам из нашего прошлого и тому подобных вещей. Но когда мы уходим в более глубокий сон, который называется Сушукти, это состояние, где у нас глубокий сон, и вам снится что-то, что также является реальностью. Вы можете видеть во сне меня. Это как эфирная часть нашего подсознания, куда проходит некоторая прекрасная информация. Предположим, я еду, скажем, в Италию, когда итальянцы могут узнать из своих Сушукти, что я приехал, или, возможно, кто-то один мог это узнать. Бывает по-разному, но первое состояние называется Турия. Есть еще два состояния. Вы находитесь в состоянии Турия. Это четвертое состояние. Турия означает четвертое. Четвертое состояние присутствует благодаря тому, что вы находитесь в состоянии безмысленного осознания, где нет мыслей. Просто подумайте об этом. Когда нет мыслей, вы должны быть невинными. Когда у вас нет мыслей, у вас должны быть вибрации. Когда нет мыслей, вы не можете быть никому привязанным. Так что вы пришли сейчас в это бессмысленное состояние, это Турия состояние. И когда вы в этом состоянии, эти четыре лепестка, которые находятся в вас, должны раскрыться в вашем мозгу. Они идут от вашего сердца к вашему мозгу. И тогда вы совершенным образом понимаете, что такое Бог. Вы совершенным образом знаете, что такое Бог. это время. В это время вы получаете истинное знание. Но до тех пор, пока эти четыре лепестка не откроются, вы можете снова упасть. Вот почему те или другие сахаджа-йоги, которые все еще делают то, чего не должны делать, уходят вниз. и они не понимают, что такое Бог. Но важно не это понимание, это не многое вы понимаете, но это понимание должно идти из вашего сердца в ваш мозг, а не из мозга в сердце. И когда это происходит, это подобно тому, как будто амброзия вашей бхакти совершенно покрывает ваш мозг. Скажем, к примеру, Шанкарачарья написал прекрасные стихи, которые называются «Вивека чурамани», где он описал, что такое Бог. А «Вивека» означает сознание и сознательное. И все это он описал весьма обширно. Но был один ужасный человек по имени Сарма, который начал спорить с ним, и когда он, Шанкарачари, стал сыт этим по горлу, он сказал, что нет никакого смысла говорить с людьми. И тогда он просто написал «Саундарья лагари». Саундарья лагари – не что иное, как все мантры, воспаляющие мать. Он сказал, «Я знаю, мать, позвольте мне воздать ей хвалу. Что за польза говорить со всеми этими людьми?» Это глупцы. Как они могут понять? Он понял, что у этих людей нет этой способности, нет этой чувствительности, чтобы понять, что то, что он знал, это истинное знание. Знать, что такое Бог. Бог. И если это Бог, тогда как вы можете подозревать кого-то? Как вы можете пытаться все анализировать? Это Бог. Это всемогущий Бог, который знает все, который творит все, который наслаждается все. Это то, что называется гьяна. Это знание. Это истинное знание. Это чистое знание. Это не знание о чакрах, не знание о вибрациях, не знание о кундалини, но знание о всемогущем Боге. А знание о всемогущем Боге, не ментальное, снова скажу я вам. Оно берет начало в вашем сердце и идет в ваш мозг. Это что-то, что исходит из вашего опыта познания радости и покрывает ваш мозг, так что ваш мозг не может этого более отрицать. Как иногда, когда у вас есть мать, ваша физическая мать, вы знаете любовь вашей матери. Вы не можете это объяснить, это идет из вашего сердца. И вы говорите, о, это моя мать, она не сделает так. Я очень хорошо знаю свою мать. Знание о вашей матери, той, которая дала вам рождение, может и не быть. Мать может быть и не очень хорошей, что бы там ни было. Но знание о Боге, что Он любовь, что Он истина, что Он знает все, становится просто неотъемлемой частью вашего существа. Совершенным образом. И это то время, о котором мы говорим, что это нирвана. Поэтому так важно, особенно для людей из Запада, открыть ваши сердца, потому что это знание начинается в сердце, а не в голове. Не судите людей по вибрациям. Судите все время себя. Я уже говорила, что пуджа Шиви означает больше объяснения, больше понимания, больше всего этого, потому что на других пуджах мы читаем все мантры, и это, и то. Но на этой пудже нужно получить знание, что это Бог. И знать, что вы знаете Бога, само по себе является таким великим. Кем бы она ни была, она может быть Махамай, она может быть кем угодно, но вы знаете. Это нельзя описать в одной книге, этого нельзя описать и в сотни книг, этого не описать словами. Но знать, что Бог, в конце концов, это Бог, всемогущий Бог. И это знание дает вам такое прекрасное смирение, когда вы просто чувствуете себя в абсолютной безопасности в этом океане любви. Я желаю всем вам достичь этого состояния. Да благословит вас Бог! 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 Бог!